Продолжает практически в городном одиночестве выступать Люсия Трайчакова. Специалистка именно по чемпионатам Европы не пропускает ни один за последние 4 года. Люсия Трайчакова на чемпионаты мира не приезжает. Но вот здесь была 3 года, понятно, она была 9. Это такая же стабильность, Александр, как у тебя. Там ты стабильно 5 раз 1, а вот она 3 раза 9. А вот на последнем чемпионате Европы у нее возникла проблема. Она получила нулевую оценку в рывке. Ну и поэтому Люсия так надежно начинала 90-93, ну и потом пойдет 96 третьим подходом. Ну а вот одна из, точнее вторая уже немка выходит для первого подхода. Это Мэнди Уидоу. Не самые высокие результаты показывают немцы и немцы на этом чемпионате. Но мне кажется, что после того, как Матя Штайнер стал олимпийским чемпионом, у них вот такое общее направление развития тяжелоатлетики в Германии резко сменилось. И сразу много молодых спортсменов, которые, во-первых, они все выступают для посильнейших. Это уже как бы первый прогресс. Раньше они все были в ПФЦ, там неизвестно как, неизвестно где. А сейчас все потихонечку, все там от соревнований к соревнованию там 5-7 килограмм прибавляют в сумме потихоньку. И не то, что после Олимпиады мы вполне увидим какой-нибудь прорыв в этой сборной. Потому что так не может быть, если там 20 человек, мужчин и женщин, которые уже в группе сильнейших есть и есть давно, чтобы никто из них не выстрелил, как говорится. Я думаю, они спокойно уступают, звезд с небес не хватают и потихоньку, я думаю, прибавляют. Тем более в Германии на самом деле есть очень хорошая школа тяжелой атлетики. Вспомним совсем недавние тысячи чемпионов. Знаешь, она у них популярна, что атлетика у них популярная. Очень много поклонников или людей, которые собирают подписи лучших спортсменов, которые места занимают, они их коллекционируют. Много тренеров, которые шлют письма с фотографиями в Россию. Но спортсменам просят расписаться и отправить обратно эти конверты. То есть у них так популярно. Да, это вообще немецкое развлечение собирать автографы. Да, и меня даже удивляет, сколько приезжает людей на чемпионат мира с целыми пачками фотографий и просят расписаться на них. И я много раз задал вопрос, зачем вы там берете фотографию, например, «Аксандра, твою, там 10 штук». Да, да, да. Он говорит, как, ну это самое главное. Я же потом вот это поменяю здесь, это здесь, здесь, здесь. И он уже половину понимает, что он на что поменяет. Потом у своих таких коллег просто вот это... А, они даже меняются, да? Конечно, допустим, это игра, которая в России просто не популярна. Да, у нас очень популярная, да. Вот этот вариант коллекционирования, это очень популярная вещь. Итак, Иван Кранц, вторая немецкая штангистка. Ей даже однажды удалось дойти до медали чемпионата Европы. Было это в 2008 году. Вот опять-таки, 2008 год. То есть чемпионат Европы накануне Олимпиады. Опять же, вот у Иван Кранц был шанс, она стала третьей. Только потому, что, конечно же, основные силы в Европе, в этой весовой категории, этот чемпионат Европы пропускали. Да. Сейчас она рискует. Она рискует. Ты считаешь, что она рискует 96? Они сначала не подняли. А, нет, подняли 93, правильно? Да, Иван Кранц выняла 93, со второй попытки пошла на 96. И вот так, что мы видели, этот подход неудачный. А вот другая немецкая штангистка, которая сейчас, вот Мэнди Уидал, она смазала первый подход на 95 и сейчас идет на 96. Вот в таких случаях, мне кажется, что это такой внутрененемецкий спор. Да, между собой. Это как вот вчера Савенко-Сливенко было гораздо важнее, неважно, кто, ну для вас, во всяком случае, кто у вас там, была Кокос еще между, но она практически никого не интересовала, ни тебя, ни Савенко. Ну нет, она немножко интригу ввела все равно в борьбу. Но здесь вот Мэнди Уидал и Иван Кранц на помосте чемпионата Европы хоть разыгрывают, по-моему, первенстве Германии. Мне кажется, для них это важно, потому что я не знаю, как у них складывается межклубная борьба, может, у них какие-то контракты подписываются. Я слышал, что, например, в Канаде, в Канаде у них существуют клубы, с которыми они подписывают договора и между собой они соперничают. Вот если спортсмен одного клуба выиграл, а другого, то они там получают определенную, наверное, за зарплату или какие-то бремиальные. Ну что ж, 96 Мэнди Уидал зафиксировала второй попыткой. Сейчас, как я понимаю, очень скоро мы увидим Иван Кранц на 96. Ну а пока Люся Тройчакова на этот же вес. Загадка Хатис Илмас из Турции. Вообще, судя по тому, что сейчас уже подходит к концу чемпионат, и здесь действительно нет первых номеров, вот этих очевидных первых номеров в сборной Турции, но вторые и третьи на подходе, они, в принципе, здесь есть. Здесь очень много спортсменов, которые попали в национальную команду на этот чемпионат Европы от Турции, которые не молодые, которые там уже почти по 30 лет, и всегда были, что называется, непопадавшие в основной состав. Им сейчас Денькилмы дали выступать, вот так вчера Турок в категории до 85 выступал. Хатис Илмас, как я понимаю, из какой-то другой компании, потому что она еще вчерашняя юниор. Она, кстати, в 90-м году еще выступала в 69, в прошлом году только перешла в 90, в 75. Да, очень маленький вес. Да, да, и выиграла чемпионат Европы до тех, кто до 23, а вот этот последний юниорский чемпионат Европы, который сейчас вас называют, да? До 23, да, молодежный. Молодежный, молодежный и юниорский, да. Молодежный до 23, соответственно, юниорский до 20. И результаты 98-122. И было это очень недавно. Сегодня Илмас начинает 98-120. Не 95? 98, судя по... А, значит, призыв. Она перезавила уже 98. То есть означает, что прошло полгода, видишь, она начинает с этих весов. И здесь, все-таки, она находится в Турции. Здесь нужно к туркам и к представителям Турции относиться так настороженно. Настороженно, да. Ну, она молодая, я считаю, что нормально сейчас ей прогрессировать необходимое. Ну, это хорошо, что она прибавляется на усыгновение. И вот как раз 98 килограммов. Начинает свое выступление Хатис Илмас. У меня есть два старших брата, которые выступали в предыдущие годы в более тяжелых категориях. А Илмас даже, по-моему, вот в 85 был даже призером чемпионата мира предыдущие годы. Вот подобные ошибки на первом подходе для девочки, которой всего лишь 21 год и которая первый раз выступает у себя дома на чемпионате Европы. Это безусловно же, это жестокое волнение. То есть это никакая не техническая ошибка. И что произошло вообще так? Ну, техническая ошибка, я думаю, в том, что натягивание штанги на себя и мах спиной, в первую очередь, приводит к таким последствиям, что штанга падает за голову. То есть, по большому счету, вот когда штанга падает за спину, по моему опыту, очень часто, вот если так на первом подходе видишь, подобную ошибку, вот если на втором она повторится, подобную ошибку, то третья, это практически точно... Вперед может упасть. Нет, то третья, но в любом случае, это уже почти гарантированно ноль. Ну да. Потому что вот этой ошибки, вот как я понимаю, это невозможно мозгами исправить. Это либо чувствуешь, либо не чувствуешь. Сейчас она ее не чувствует. И именно потому, что она, может быть, физически готова к этому весу, но из-за того, что она не чувствует движение, его нельзя поймать за это короткое время. Промекнул на экране великий Халил Мутлу, который весь чемпионат здесь наблюдает в зале. Здесь и Наим Сулейман Аклу, второй игрок турецкой тяжелой атлетики. Он, правда, меньше времени тратит в зале, он больше общается в гостинице. И вот посмотрим. Второй подход Хатис Илмаз. Второй раз подобного не произошло. Судя по этому подходу, килограмм 5 на прибавить еще может спокойно. Как ты думаешь? Может, может. Я думаю, это непредельный вес. В принципе, запасно. Халил Мутлу, кстати, я не знаю, правда или нет, но я слышала, что перед соревнованием он был в заявочных листах. Как будто он собирался выступать. Я не знаю. Я думаю, что это было... Мы приехали, его когда увидели в гостинице, думали, может, он, правда, будет выступать. Оказалось, нет, к сожалению. Мне кажется, это была какая-то турецкая шутка. Может быть. Пока на третий подход идет Мэнди Уидоу на 99. Оксана, вот обратила внимание на этот второй подход. Турчанки, хотя из Илмос, обычно турки не славятся такой вот филигранной четкостью в технике. И у них, как говорится, такие в массе свои корявые подходы. Но вот подход Хатис Илмос, он был четкий, прямо как из учебника. Согласны? Да, нормально. Внешне смотрится нормально, но, конечно, можно попридираться к некоторым моментам. А что Датву Зетна делал не так? Я, конечно, не люблю умничать по поводу техники, потому что я сама не очень техничная, если к себе категорично отношусь. Ну, ты знаешь, мне кажется, имея три побед на чемпионате мира и пять побед на чемпионате Европы, ты можешь уже и поумничать над техникой. Да, техника это такой специфический момент, когда, в принципе, даже с большими, ну, не с большими, с погрешностями, если человек поднимает, если он выигрывает, то, в принципе, на это уже можно закрыть глаза. Значит, ему это не мешает выигрывать, поднимать большие выса. Ну что ж... Можно очень идеально поднимать и все равно не выигрывать, не поднимать. Вес на штамге 100. Давайте больше внимания будем уделять непосредственно тому, что происходит на помосте. Для первого подхода выходит Румяна Пяткова из Болгарии. И уже опытная спортсменка, ей 29 лет. Она пережила со своей мамой Кристианой Колевой, которая как раз вот заняла место около помоста. Старший тренер сейчас болгарской сборной. Все последние десятилетние перипетии болгарской федерации. А их дважды дисквалифицировали. Почему считает этот подход? Не поняла. Сейчас посмотрим. На повторе? Здесь не будет видно ничего. Непонятно. Потому что в тот момент, когда у нее могли сыграть локти, в этот момент было переключение камня. Бывает, играть локти, бывает, играть плечи. Здесь мне показалось, что плечи больше сыграли. Ну, конечно, очень мелкая ошибка и очень спорная. Можно было бы зачитать. Знаешь, мне кажется, вообще нужно вот эти пункты правила просто отменить. Мы тоже с тренером возмущаемся. Ну, потому что это ничего не добавляет. То есть это только способ придраться. Больше ничего. Поднял, поднял, да? Ну, чуть-чуть придавилось, но это не явно. Даже локти не особо сыграли. Оксана, это ты. Ой. Видите, мы с вами тут попали в местную телевизионную трансляцию. Так вот, как раз Румяна Петкова слева. А вот это Кристина Колева справа. Это ее мама, которая сейчас старший тренер. Экстравагантная дама. Все время она с прической, с макияжем. Был период, когда Румяна Петкова перебиралась в Азербайджан. Сейчас же большой призыв болгарских атлетов, переехавших в Азербайджан. Она была там в течение года, но что-то там ей не понравилось, она вернулась обратно в Болгарию. И вот сейчас выступает за Болгарию. Перед ней, конечно, непростая задача. Ей нужно собрать хоть какую-нибудь сумму, как я уже говорил, для попадания на Олимпиаду. Попадание не румяной Петковой. Но хотя бы для получения квоты для Болгарии, хотя бы для одного человека. Да, я думаю, если она сейчас нормально выступит, то, скорее всего, она же, наверное, и поедет. Потому что... Потому что там больше, по-моему, никого нет. Я не знаю, да, кто сейчас выступает в группе, а еще, как знаете. Ну, потому что все юниоры из Болгарии, они все уже выступают за Азербайджан. Поэтому в Болгарии, похоже, на таком уровне больше никого не осталось. Да, они рады были бы этому, потому что хотя бы две путевки завоевать на Олимпиаде. Боянка Костина, да, у них бывшая болгарская штангистка, которая сейчас выступает за Азербайджан, выиграла здесь, да? Боянка Костева. Не совсем правильную фамилию назову. Костева или Костина. Я немножко не в курсе предыдущих событий, потому что я готовилась к выступлениям и не очень отслеживала соревнования. Ну да, но как бы сейчас, вот если бы не было бы вот этого азербайджанского призыва, то Валентин Христоф выиграл в категории до 56 рожденный болгарин, но сейчас выступающий из Азербайджана. и выиграла в более легкой весовой категории еще вот Боянка. Фамилия сейчас пытается найти. Опять назад, к сожалению. Опять, да. И вот просто ощущение, что она не чувствует... Ну, Макс спиной у нее идет, и она, да, не чувствует движение. Хотя по силе очень обидно такие ранения штанги за голову, что человек поднимает практически физически, он готов и просто не может зафиксировать этот вес. То есть чисто ошибка техническая. И вот третья попытка Румяной Петковой. Кстати, Румяной Петковой имеет все шансы стать бронзовым призером этого чемпионата еще по ходу пьесы. Казалось бы, нам не всем казалось, что она бьется только за квоту. Но у нее просто и соперников-то нет, честно говоря. Да, да, да. После вот неудачного, этого третьего подхода Хатис-Илмас, я думаю, что... Ой, 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 ой. Вот если бы сейчас был бы удачный подход, то было бы 5 килограмм преимущества у болгарско-стангийского Хатис-Илмаса. И во втором движении она вполне могла бы спориться с Илмасом. Ну что ж, итак, главная часть соревнований открывается. Да. Сразу есть, что сделать ассистентом. Штанга становится сразу значительно тяжелее. И первая попытка Ольги Зубовой. 110 килограммов. Итак, Ольга Зубова против Лидия Валентин. Кто кого? Ольга Зубова. В 2009 году выигрывает юниорский мир. После этого в 2010 году выигрывает в Сингапуре первые юношеские Олимпийские игры. Затем побеждает на чемпионате мира уже среди юниоров в году 2011. Существует 118-150. Ну и выигрывает чемпионат Европы среди юниоров. Вот такой грозный послужной список. Первый раз, точнее, не первый, второй раз она на международных взрослых соревнованиях. Однажды в 2010 году она приезжала на чемпионат мира, уступала в группе П, понимая, что она там не претендует на медали. Но здесь, по идее, должна быть другая Ольга Зубова. Ошибка первым подходом. Ольга Зубова, первым подходом. Ольга Зубова, первым подходом. Первый подход, это важно очень. Нужно было рвать, чтобы более уверенно себя чувствовать. Ну, увереннее. Увереннее уже себя не почувствовать. Ну, да. То же самое, вот эта падающая штанга за голову. Просто это чревато, когда еще за голову падает. Человек потом страхуется. И бывают ошибки такие, что он наоборот где-то недорабатывает. И штанга может то вперед падать, то потом опять назад упасть. Когда начинаешь уже нервничать, волноваться. Ольга Зубова, первым подходом. Прямо у нее было написано на лице. Ну что ж, 110 килограммов второй попыткой. Решила у себя первая попытка Ольга Зубова. Откровенно. Она выступает за Московскую область, за Клин. Ну, а сама из Оренбургской области. Родилась она в городе Гай. А вот ее главная соперница. Лидия Валентин из Испании. Напомню, что у Ольги Зубовой всего лишь 18 лет. Она еще учится в школе. Да, очень молодая спортсменка. Очень молодая спортсменка. Да, вот Лидия Валентин, видите, она уже крайне опытна. Ей 27. Она все эти годы не пропускает ни одного соревнования. И если одно время Лидия Валентин довольствовалась 10-11 местами, и это казалось ей нормально, то в последние годы ее прогресс очевиден. Она выступала на Олимпиаде в Пекине, была пятой. До этого была второй на чемпионате Европы. Потом третье место на чемпионате Европы 2009 года. Потом еще раз уже в 2011 году она была третьей на чемпионате Европы и пятой на чемпионате мира. Кстати, она очень много выступает. Она не пропустила ни Кубок Президента, куда она приехала, после чемпионата мира. Потом она выступила еще на тест-эвент Лондонской Олимпиады, London Preparation. Обычно те спортсмены, которые для себя готовят к главным стартам в году, они пропускают эти мелкие соревнования. Лидия Валентин нет никогда. Она на все спокойно приезжает и выступает, приезжает и выступает. Хорошего качества спортсмена, когда он может стабильно выступать и говорит о том, что он... Говорит о ее потенциале, говорит о ее здоровье, что ее хватает здоровья выступать на каждых соревнованиях. Потому что многих мучают либо травмы, либо еще какие-то проблемы, может быть, жизненные ситуации. А у нее все нормально, она стабильно выступает в соревнованиях. Это хорошо, ее часто светится на экране на соревнованиях. То есть ее видят, уже знают. 115, 120, 117. Вот это вот в рывке обычные результаты Лидии Валентин. Больше пока она еще не показывала. И толкала она 137, 140 толкала на Кубке Президента. И 142 на чемпионате Европы в прошлом году. Вот чтобы, так, для ориентира результатов Лидии Валентин. Но мне кажется, что эти цифры не должны пугать Ольгу Зубову. Все нормально. Оксана, она так долго не встает? Но она ее немножко вот шатает седя, она пытается ее поймать. И правильно делает, что она не торопится, не встает. Но обычно те, кто не торопится, потом уже не встают. Но сейчас понятно, что это третий подход Лидии Зубовой. На 115 хорошо, хорошо, что он благополучно завершился. Не сказать, что легко, конечно. И поэтому хорошо, что она посидела, поймала, что он встал. Мы были готовы к тому, что Лидия Валентин обойдет Ольгу Зубову в рывке. Вопрос, насколько и как далеко ей испанке удастся убежать от российской штангистки. Да, испанка сейчас будет стараться оторваться в рывке как можно больше, чтобы у нее был запас. Потому что вторую школу упражнение она слабее, во всяком случае, по заявочному сам. Очень уверенность участвует в рывке. Насколько ты думаешь, что она пойдет третьим подходом? Сейчас у нее преимущество уже есть в 2 килограмма. Смотрим, кстати, кто легче. А, я могу не вглядываться в таблок. Маленькие буквы написаны. Ольга легче, конечно. Ольга легче, да. То есть 2 килограмма преимущество. Но она уже бок все равно, она уже с золотой нодаль в голову в рывке. Ольга, но все равно чемпионат Европы, знаешь же, это сумма двоеборья. Да, главная сумма, конечно. Пойдет ли она сегодня на 120, 122? Ну, 20 можно было порвать, вложиться. В прошлом году в Казани у нее был рывок 122. Сейчас что скажет для своего третьего подхода? 123. Жизнь для ответа Валентина. Даже так. Оксана, ты вместе с Олей Зубовой тренировалась в последнее время. А ты думаешь, на какой результат она готова во втором движении? Ну, так по ощущениям. Я не могу сейчас точно сказать, потому что на тренировках не видела я, чтобы она проходилась на больших весах. Это были в основном тренировочные такие средние веса. И вот во втором упражнении большое значение имеет, как она с весом сгорела, она не сгорела, волновалась, не волновалась, большое значение имеет, чтобы у нее с силами все было нормально, чтобы не ушли силы от этих, от волнения. И вес маленький, маловат вес. Будем надеяться, что у нее все нормально будет. Я имею в виду собственный вес. Брянский, маловат вес. Брянский, маловат вес. Брянский, маловат вес. Да, у Лидии Валентин, когда она так сначала склоняется за штангой, потом возвращается и сразу начинает делать движение. Ну что ж, ну пока. У Оли задача вполне решаемая, кстати. Да, 2 килограмма. 2 килограмма разница, плюс преимущество по собственному весу. У Зубовой надо Лидия Валентин. И вот именно с таким раскладом мы отправляемся с вами в 10-минутный перерыв. Положенный по правилам. Итак, первый результат на таблице. Лидия Валентин 117 килограммов, 115 у Оги Зубовой, Румяна Петкова 100. Ну и дальше 75 килограммов на чемпионате Европы в Турции. Итак, 10 минут тому назад, прежде чем мы отправились на перерыв, Лидия Валентин из Испании выиграла рывок результатом 117 килограммов. Она спорит с российской штангисткой Ольгой Зубовой, которая впервые серьезно приехала на взрослый турнир, на чемпионат Европы. И Ольга Зубова в рывке показалась от 115 килограммов. По собственному весу Ольга Зубова легче Лидия Валентин. Фактически вот и все, что произошло. Потому что все остальные участницы группы сильнейших выступают в какой-то другой своей отдельной категории. Третий результат. Румяна Петкова из Болгарии 100 килограммов, то есть 15 килограммов минус от Ольги Зубовой. Это уже какая-то другая, третья, отдельная группа между группой сильнейших А и группой Б. Понятно, что второе движение. Ольги Зубовой и Лидия Валентин как раз и решит судьбу золотой медали. Лидия Валентин собирается начинать 135 килограммов. Ольга Зубова 140. Таковы предположения. Я думаю, что немножко все будет складываться по-другому. Лидия Валентин будет как бы задавать тон. А Ольга Зубова будет ей отвечать с разницей в 2 килограмма, не больше. Вот так она будет идти за испанкой. С таким вопросом-прогнозом обращаюсь я к Оксане Сливерко, трехкратной чемпионке мира, пятикратной чемпионке Европы, серебряную партнеру Олимпийских игр, которые вместе с нами на кандидатской позиции здесь в Анталии. Оксана, как ты думаешь, именно такая тактика будет? Да, я думаю, они будут идти за Лидию Валентину, стараться идти по пятам за ней. Я думаю, они не будут, я точно знаю, что они будут зарыбаться сильно, там показывать какие-то результаты, сейчас главное это медали. Как ты думаешь, можно ли предполагать, делать какие-то предположения на основании предыдущих выступлений Лидия Валентин? На чемпионате мира в прошлом году, это ее лучший результат, 120 и 138. Нет, обманываю. Лучший результат, ей было показано на чемпионате Европы в Казани в прошлом году, год назад, 122 и 142. У нее было 120 и 138, сегодня 117. Вот в Англии, судя по этой готовности, у нее было 117 и 137 у Лидии Валентин. Она, правда, выступала в категории плюс 75, видимо, она просто не хотела гонять вес для этого мероприятия, для этого соревнования. Вот сейчас, по идее, если у нее 117 в рывке... 117, она пыталась прорвать 123, было очень близко. Говорит о том, что она в нормальной форме, в ее хорошей форме выявит. То есть 140, 142... Когда она рвала 122, и тогда же она рвала, толкалась 142, и говорит о том, что она может где-то в районе 42, так же 40, может 5 максимум, 140 где-то от толчок она может быть на данный момент. Для Оли Зубовой 142, 143, это веса... У нее лучше 150, так что у Ольги Зубовой, поэтому надеются, что нормально должно быть. Румяна Петкова. Вот этим подходом ждем, что скажут судьи. Судьи зажигают три белых фонаря. Счастливы болгары. Все, мне кажется, их программа выполнена на этом чемпионате Европы. Ну еще турчанка. Нет, ну все, Румяна Петкова собрала уже сумму. Ну да, главное, что не баранка. И теперь уже болгары получили квоту на Олимпиаду в женской части Олимпийского турнира. Одним подходом. Поэтому, как я понимаю, так мало и начинала Румяна Петкова, чтобы наверняка и чтобы не было никаких сюрпризов и неприятностей. Кстати, любопытно. Сейчас же может быть и завязаться борьба за третье и четвертые места. На третьем месте Румяна Петкова. В рывке 100 килограммов. Четвертое место 98 килограммов. То есть близко турчанка. Хотя и у нас пятое место Мэнди Уидо из Германии. 96 килограммов. И точно такой результат 96 килограммов у другой немки Иван Кранц. И видишь, они все... Да, да, близко. Близко, да. До третьего места сейчас будут рубиться. Поэтому, что Румяна Петкова начинает 115 только так наверняка для Олимпийской квоты. А у нее еще есть два подхода для того, чтобы за себя немножко поиграть, а не за болгарскую команду. Пошла танцевать чуть-чуть. Ты знаешь, вот по этому подходу, мне кажется, она может 120. Ну, не факт, не знаю. Потому что толчковое упражнение тяжелое для женщин, очень тяжелое упражнение на самом деле. Если спортсменки в рывке, довольно-таки удачно выступают, еще ни о чем не говорит, толчок венец в победу. И очень часто девчонки начинают сыпаться в толчке. Много неудачных подходов, может быть. Кто-то на первых подходах остается. И баранки в основном часто бывают в толчковом упражнении. Ну, если я правильно понимаю, то ты бы вполне могла выступать в этой весовой категории сегодня, да? Тебе было бы даже спокойнее немножко, чем вчера. Ну да, гонять не пришлось бы. Гонять бы не пришлось. А я так понимаю, что веса, которые здесь сейчас поднимают, 115 и 145. Ну, по результату, да. По результату, это, конечно, не могло бы и здесь выиграть. Но это чисто для себя. У меня было бы нормально по физическому состоянию. И по собственному просто, как сказать, самочувствию. Мне было бы легче, конечно, 35. Но мне же главное, это Олимпиада. И поэтому уже о себе думать, просто о хорошем самочувствии не приходится. Какой у тебя в челюсть тут был в рывке? 120. 115, да? Угу. Потому что у тебя же есть у двадцать три, то есть... Ну, проигран. Ну, да-да-да. У тебя есть у двадцать три, и толкаешь ты потом по 150. Так что, в большом счете, ты вполне могла бы и здесь выигрывать. Ну, так, тебе нужно было бы больше немножко упираться, чем вчера. Хотя, мне кажется, надо бы находиться в одной категории с Савенко и с ней играть. Это тоже дополнительное слово. Мне просто эта категория ничего бы не дала, потому что у нас и так конкуренции хватает, 75. Итак, два человека борются. Но ты уже долго, ты уже долго в 69. То есть, надо было бы... Очень долго, да. Когда-то уже надо было бы перейти уже и в 75, или нет? Ты так не считаешь? Ну, я задумывалась... Или тебе комфортно в 69? Я задумывалась об этом, что вот этот цикл еще можно в 69 до выступать, А дальше просто, я думаю, что у меня силы же никаких моральных, ни физических не будет просто гонять. Очень тяжело мне дается сгонка каждый раз. И еще пока не знаю, как сложится все в будущем. Продолжать, не продолжать. И если же продолжать, то... Может быть, отдохнуть и... Может, с новыми силами нормально будет опять в 69 выступать. Либо набирать хорошую форму и в 75 тренироваться дальше. Набирать результат. Не знаю, что лучше нам. Я просто знаю, что переход в другую, более тяжелую весовую категорию всегда дает определенный всплеск. То есть сразу очень бурный прогресс существует. Да, но тоже нужно время определенное, чтобы набрать этот результат, чтобы его проработать, чтобы проработать вес. Ну, а если бы это была категория не 75, а 75+, условно, то тут можно было бы бороться. Но 75 такая убойная категория в России. Да, 69 и 75 средняя вот эти категории. Это все равно, что у мальчика в 94. Затем тоже большая прегресса. 62. 120 Ивона Кранц. Кстати, обошла Ивона Кранц по сумме троебория болгарку Румяну Петкову. Посмотрим, что скажет Петкову на 120. Удивительно, что Румяна Петкова 69,52 ее собственный вес. То есть, по большому счету, она то преимущество категории 75 абсолютно не использует. Я вот не знаю, наверное, они решили, что в этой категории может быть проще побороться за медали. Или просто не захотели гонять. Да, странно, потому что я посмотрел. В болгарах 69 же не было. Да, не было. Так что она вполне могла бы в 69 выступать. Очень азартно выступает Румяна Петкова со своей мамой. Она с твоими вот измельчинами показывает, что у нее скользит там нога. И что виноват, видно, в этом помосте. И смотрит вокруг носик и пытается, может, не знаю, найти виноватых. Почему у нее скользит нога. На самом деле дело в технике, я думаю, в ней самой. А Мэнди Видо, как мы и говорили, она сейчас не играет с Румяной Петковой. Ей гораздо важнее своя соотечественница Ивона Кранц. Ивона Кранц, у них одинаковый результат в рывке 96. Мэнди Видо легче, чем Ивона Кранц. Кранц уже затолкала 120 килограммов. Сейчас на этот же вес идет Мэнди Видо. Засчитаете этот подход или нет? Должен видеть, да. А ты видела, что у нее то ли-нибудь какое-то странное включение левого руки? У нее очень хорошее включение. Левого руки, да, левого локтя? Да. Мой прогноз сбылся. Ты уже первый подход на 116, когда она танцевала со штангой. Угу. Ну и 120 сейчас затолкала, да. Уверен. Не очень хорошее включение на обе локтя. Суть помост очень даже хорошее. Я жаловался, что может скользить нога, как вот Румяна Пяткова не стоит. Я так понимаю, что на помосте вот вырезано вот тут место под телевизионную камеру, да? Под камеру, да. Но я смотрел, а камеры там нет. Да. Я не выходил на помосте, я просто видел, что... Ну, это профессиональный рейковский помост, фирменный. Они специально так делают на случай. Подразумевают камеру там. Верлюсь от Райчакова. Третья попытка 121. Ну, мне кажется, она... Чтобы руку не сбивать, просто она всегда была девятой на чемпионатах Европы. Видимо, так она и хочет быть девятой. Не надо лезть. Сейчас на четвертой. Пока еще трое не выходили. То есть пятая, шестая, седьмая. Нет, но все равно улучшится. Улучшится. А вот сейчас любопытно. Сейчас мы увидим первый подход Турчанки, о котором, по большому счету, мы не знаем ничего. Единственный результат вот в последнее время это чемпионат Европы-Семьюниор 98-122. Перезаявила. Перезаявила. Сегодня перезаявила. Мену она хочет подождать, пока все закончат, и германки толкать. И за ними уже спокойно начинает за третье место бороться. Перенесена на 123. И вон Кранц. А вот Мэнди Уидов не переносит. Бьет на 122. It's a king Frank at all! Абсолютно. 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 Их решено. Абсолютно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА